Та часть территории, которая помечена белым цветом, здесь присутствует снежный покров. Еще несколько дней назад, не без удивления, рассказывают специалисты Института водных и экологических проблем, карта нашего края была зеленой. За выходные картина кардинально изменилась. Снежный покров во второй половине апреля установился на территории практически всего региона. Ситуация совершенно нетривиальная для данной весны. И периоды интенсивного потепления сменяются теми ситуациями, которые мы наблюдаем сейчас за окном. Все завалено снегом. Но несмотря на то, что снег валит без остановки и последние осадки уже превысили месячную норму, особо повлиять на характер половодия, говорят специалисты, они не должны. Первая волна, благодаря чередованию потепления и похолодания, уже практически прошла. Уровень рек остался невысоким, большой воды сейчас не ожидается. Другой вопрос – вторая волна половодия во второй половине мая. В этом году снегозапасы в бассейне Катуни выше средней многолетней нормы. Ну, то есть, безусловно, определенные риски есть. Вот если по метеостанциям брать, конкретно по метеостанциям, где-то 30, где-то 40 процентов плюс к средней многолетней норме. Все зависит от количества осадков. К примеру, в 2014-м они привели к быстро развивающемуся паводку. Большая вода тогда прибывала по несколько метров за сутки. Мы тоже, в общем-то, наблюдали такую же картину, когда незаметно прошла первая волна половодия. Вторая волна половодия, с учетом снегозапасов, которые были, тоже была ожидаемо невысокая. Но вот на подъеме того невысокого половодия выпали интенсивные осадки в районе горного Алтая. И мы здесь наблюдали то, что наблюдали. Правда, в таком исходе гидрологи все же сильно сомневаются и уповают на то, что беспрерывных осадков, таких как сегодня, не будет. Впрочем, специалисты не исключают причуды природы. Этой весной таковые случались уже не раз. Совершенно незаметно прошел ледоход, и в середине апреля вернулась зима. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.